Ким Нам Юн или Ким Нам Джун Ким Нам Джун РМ, рэпер, певец, родился 12 сентября 1994 года, более известный под своим сценическим псевдонимом РМ, ранее рэп-монстр, является южнокорейской рэпер, композитор и музыкальный продюсер. Он является лидером южнокорейской мужской группы БТС. В 2015 году он выпустил свой первый сольный микстейп, РМ. В октябре 2018 года его второй микстейп, Мона, стал самым популярным альбомом корейского солиста в чарте Бильбард 200, достигнув пиков 26. Он записывался с такими артистами, как Уали, Йона, Уа-Ингэ, Гака, Крис Скалико, Мфты, Фаллаут Бой, Примар и Лильна Сикс. Ким Нам Чун родился 12 сентября 1994 года в Донджаггу, Южная Корея, и вырос в Иссенгу, куда его семья переехала, когда ему было 4 или 5 лет. Он старше из двух братьев и сестер и имеет младшую сестру. В детстве РМ в основном выучил английский, просмотрев «Друзья с матерью». Будучи студентом, он активно писал стихи и часто получал награды за свои произведения. 8. Он размещал свои работы на поэтическом онлайн-сайте примерно на один год, где к нему обращали умеренное внимание. Благодаря этому РМ заинтересовался литературной карьерой, но отказался от этого. В возрасте 11 лет РМ заинтересовался хип-хоп-музыкой после того, как в пятом классе услышал «Флампиках». Он обнаружил, что песня утешила его, и поэтому решил глубже изучить этот жанр. После знакомства с американским рэпером и минимум благодаря своему школьному учителю, РМ заинтересовался лирикой, печатал тексты, которые, по его мнению, были крутыми, и делился ими со своими друзьями. Затем РМ перешел к написанию текстов, заявив, что его стихи стали текстами, когда они были объединены с музыкой. В 2007 году, учась в первом классе средней школы, РМ начал читать рэп в местных любительских хип-хоп-кругах, впервые создав свою первую самосозданную запись с помощью программы Adobe Audition, тогда называвшейся «Чоул Эдит». Позже он участвовал в своем первом концерте в 2008 году. РМ со временем стал более активным на андеграундной корейской хип-хоп-сцене под прозвищем «Рунчранда», выпустив ряд треков и сотрудничая с другими андеграундными рэперами, такими как Зика. РМ выбрал имя «Рэп-монстр», когда был айдолом-стажером. Хотя обычно неправильно понимают, что это имя означает, что он рэп, как монстр. На самом деле оно происходит из текста песни, которую он написал, вдохновленной песней Санье Рэп-гениус. В тексте есть отрывок, в котором Санье заявляет, что его следует называть рэп-монстром, поскольку он читает рэп без остановки. Он взял сценический псевдоним, потому что считал его крутым. РМ описал себя как имеющего отношение любви и ненависти к этому именно, чувствуя, что оно не было выбрано как невероятно ценное для него. Он официально сменил сценический псевдоним на РМ в ноябре 2017 года, так как он определил, что рэп-монстр больше не отражает то, кем он был, или музыку, которую он создает. В интервью Энтертейнмент Тони Кторэм заявил, что имя может символизировать многие вещи. У него может быть больше спектра. Настоящее «Я» было предоставлено как возможное текущее значение. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик.